Она мать, она хранит оттяг. Я не говорю о том, что женщина должна сидеть дома, нет, женщина может работать, все, но я не понимаю, зачем женщине стремиться брать вверх над мужчинами или еще что-то, и я этого не могу. Мне кажется, дело здесь вот именно не в борьбе полов, а есть такая теория, мне кажется, вообще здравая в том, что люди стремятся к власти, когда вот их в детстве унижали как-то, их подавляли, да, вот, и так, ну это действительно так будет доказано, что вот именно такие, как бы, если человек, вот здесь у него есть комплекс неполноценности, если его как-то унижали, подавляли, тогда он стремится к власти. Если человек все хорошо, у себя как любят и балуют, но балуют это немножко не то слово, а вот именно любовь и гармония, то он не будет стремиться властвовать, командовать и проявлять вот все эти негативные качества. Факторы, которые могут заставлять женщину это делать, ну сначала женщину, тоже, соответственно, не могут быть положительными. Ну первое, это, наверное, карьера, да, там в нашей сложной жизни многих как-то работа, мнет под себя стрессы, нервы, все это людей калечит, поэтому у людей появляются какие-то вот другие стремления, скажем, да, там, ну властность, допустим. Может быть это какие-то комплексы, может быть это какие-то раны из детства, я не знаю, нет, ну много может быть чего, какие-то опять же стрессы, какие-то ситуации жизненные, которые оставили там неизгладимое впечатление на ней, да, негативные, соответственно, ну и ситуация тоже негативная. У женщин, мне кажется, это может идти как самозащита в том отношении, что, допустим, если тебя обидели один раз, ну человек ожесточается и просто как бы закрывается таким образом, питается зато, чтобы больше ее не обижали. Ну, мне кажется, что такое возможно еще вариант. Жизнь заставляет тяжелое у женщины, если вот и получается так. Ну я так считаю опять, хотя если вопрос к женщинам, пусть они отвечают. Ну, наверное, когда все надоедает, там вот женщина это заставляет вести себя так. Ну, в принципе, с мужчинами примерно то же самое, я вообще не думаю, что они сильно отличаются мужчиной от женщин. Ну, что его можно заставить? Я подумал, что меня можно заставить так демонстрировать? Злобность, агрессивность, это же понятия такие. Ну, это может, если человек, так, может, может, у него что, ну, не очень умный, что-то он, я крутой такой, кто там, Терминатор или, да? Мачо тут сейчас всех вас раскидаю. Фильмов нас смотрятся, книжек там мало читают такие люди. И вот копируют такого героя, что я вот тут такой крутой, весь самый себя. А вот что заставляет, как-то я не знаю, я вот, например, я, потому что не такой по натуре, поэтому, видимо, и трудно мне ответить. Ну, на эту тему можно, я считаю, долго рассуждать. Можно, скажем, затронуть какие-то философские вопросы, вопросы жизненного прагматизма. Но, я считаю, за всем этим кроются чисто индивидуальные личные какие-то комплексы, в первую очередь, человека, который, скажем, не созрел для каких-то отношений, и, одевая определенную маску, он пытается жить. Ну, и, соответственно, ему так проще проявлять эти все качества. Агрессия, что заставляет быть женщиной агрессивной? Отсутствие любви, наверное, понимания, отсутствие своего предназначения, понимания, для чего она нужна, и что она хочет в этой жизни. Ну, и мне так кажется, что у мужчин тоже самое, в принципе, позиция. Не осуществились те ожидания, которые человек ожидал от жизни, и эта неосуществленность этих ожиданий, да, человека делает безразличным, как семейная жизнь, как жизнь вообще, и тут уже какой негатив всплывает у человека после. Уже чисто зависит от конкретно, от определенной личности, как она сформировалась и так далее. В принципе, это, конечно, в большей степени, в большей части, это то, что не осуществились те ожидания, которые человек ожидал или от семейной жизни, или от жизни вообще. Ну, то есть, вследствие разочарования фактически, да? Да, вследствие разочарования. Ну, а в отношении мужчин? В данный момент что-то он не может делать, у него не получается или по жизни, или по профессии, или как-нибудь что-то не получается. И, конечно, тогда он идет в отрицательную, в отрицательные стороны характера проявляется. Ну, а если это в браке, там, скажем, предположим, вот какой-то мужчина, ну, свою жену идентифицирует как обладающую таким полным или неполным набором вот этих отрицательных качеств, и теперь вот, посмотрев наше кино, он, значит, может сделать вывод, что, наверное, она разочарована в чем-то. И что ему дальше делать с этим? Ну, стараться, конечно, как-то помочь. Купить ей белый Мерседес, которого она мечтала в юности. Да, не купить, а стараться, конечно, трансформировать, трансформировать ожидания, трансформировать ожидания, чтобы у человека было одно. Как-то уговорить, что, значит, чтобы... Что те ожидания, не то, что нереальны, а, честно говоря, те ожидания действительно бывают нереальны, то есть нереальны. А те, что не то, что нереальны, а то, что они действительно неосуществимы, да. Не только со мной, но и с кем угодно, то есть и с другим мужчиной и так далее. Что чаще становится причиной распады семейных отношений? Слова, разногласия, споры, разные высказывания, дела, изменяющие пьянство по воле, деньги, когда кому-то из супругов становится выгодно разместись, либо быть, когда кто-то из супругов считает себя... Несправедливо перегружено. В быту? Да. Для меня самая главная причина, я считаю, что это отсутствие взаимопонимания. Словам я не доверяю, дела, дела возможны... Это в области слов, ведь согласись. Отсутствие взаимопонимания, правильно? Нет, нервальное общение между супругами и между близкими людьми, это как... Просто оно есть, его не может не быть, и тут слова уже не играют такую роль, как в обычных отношениях. Ты имеешь в виду невербальное общение, оно может быть между супругами очень разное. Ты имеешь в виду, как лон, да, общение, то есть, как бы, такое духовное взаимодействие... Внутреннее общение. Внутреннее, да? Я говорю о невербалике, о том, что люди чувствуют друг друга, чувствуют энергетически, если можно так выразиться. Ну, отношение мыслей, да? Как общается животное, они говорить не могут, они друг друга чувствуют. Ну, ты имеешь в виду, что кто-то, вот женщина, допустим, чувствует, что мужчина относится к ней негативно, да? И это может разрушить по-настоящему. Ну, за счет слов. Нет, ну, почему, при чем тут это? Хорошо, хорошо, тогда давайте, значит, скажем, слова и мысли, скажем, объединим в одну, как бы, в одну группу. Слова, я почему не поддерживаю эту точку зрения, что слова могут быть, смогут стать причиной распада. Потому что человек, существо такое, он может думать что-то в голове одно, а выразить словами внятно не сможет. А вот именно чувство, человеку чувство никогда не обманывают. Хотя он и может сомневаться в этом, но подсознательно он всегда знает, что это человек для него хороший или плохой. Да, вранье становится, наверное, у некоторых семей причиной распада, но лично я считаю, что слова можно простить. Мне кажется, слова, как кто-то сказал, товар невыгодный, стоит дорого, сохраняются плохо. Вот из-за того, что сохраняются плохо, мне кажется, можно все-таки простить. Если наврал, ну, может быть, тебя что-то вынудило. Ну, самое, на словах можно разобраться. Я не думаю, что это должно быть серьезной причиной для распада семьи. Я думаю, низкая оценка своей личности, вернее, даже неспособность анализировать свою, так сказать, социально-психологическую развитость, свою ментальность. Наверное, так. То есть люди вступают в брак очень незрелыми, я имею в виду отношение их и к жизни, и к себе как к личности. Я думаю, очень много внимания уделяют они чисто физиологии, и задумываются о том, что жизнь складывается, видимо, еще и еще. Причиной распада семьи становятся деньги и быт. Ну, эти все вещи взаимосвязаны на самом деле, но цинизм, стяжательство...